всем привет с вами василий павлека сайт yazan studio и сегодня мы с вами научимся делать слайд-шоу в программе pinacle studio почему именно в этой программе потому что я считаю что начинающих изучать видеоредакторы это самая простейшая программа и самая понятная что я даже советую начинать изучать видеомонтаж с программы pinacle studio ну и так давайте приступим сегодня мы с вами сделаем слайд-шоу буквально минут за 10 простейшие даже это сделают тех кто первый раз сталкивается с данной программы и так здесь окно данная данная программа поделено так на части внизу находится таймлайн окошко где непосредственно мы будем размещать свои видео там или фото материалы дальше тут окошко предпосмотра и здесь вот отсюда мы будем добавлять все наши материалы все переходы фотографии итак начнем мы давайте с настроек проекта нажмем вот здесь меню настройки и параметры проекта и сделаем наш проект вот здесь выберем давайте стандартное 4 к 3 разрешение вот пал 720 на 576 25 кадров в секунду так будет пока проще здесь можно ничего не менять здесь настраивались по умолчанию длина перехода между фотографиями здесь длина сколько будет проигрываться эта фотография в данном случае 4 секунды все здесь обычно здесь а это при записи DVD создавать разделы автоматически или нет ну можно выбрать не создавать мы DVD записывать не собираемся и здесь можно выбрать папку нажав вот на этот значок где будут храниться временные файлы данной программы которые можно удалить в дальнейшем чтобы они там не накапливались нажав все здесь больше мы ничего не будем менять единственного здесь в этой вкладке еще параметры видео можно убрать вот здесь галочку фоновый просчет можно поставить я ее уберу потому что по не мешала она мне записывать видео урок это галочка ставится для того чтобы во время уже добавления там видео или фотографии там эффектов разных переходов в проект она в фоновом режиме программа уже просчитывает это все в данном случае она мне как бы чуть мешать вот я ее отключу здесь можно ничего больше не менять нажимаем ok так и нажимаем файл новый проект так вот у нас создался новый проект уже с теми параметрами видите тут экранчик изменился был широкоформатный стал четыре к трем соотношение и так дальше все это окно делится как бы вот тремя вкладками на три таких группы первая вкладка но я сейчас не буду трогать долго будут искать там устройство она существует для того чтобы записать видео допустим из тюнера с тиви тюнера там с видеокамеры или с лэб камеры вторая вкладка выделена это где непосредственно монтаж фильма происходит и вывод фильмы это вкладка существует соответственно для вывода нашего фильма которую мы еще не сделали так вернемся в вкладку монтаж и вот здесь слева расположены такие кнопочки где при наведении на которые такие всплывающие подсказки появляются так что не запутайтесь то есть в этой вкладке находится видео файлы ваши которые в папку с вами можно выбрать нажав на эту папочку дальше идут эффекты переходов для между видео или фото там материалами дальше смотрю темы монтажа пока мы не будем рассматривать титры это понятно дальше вкладочка с нашими фотографиями здесь меню дивиди диска если вы будете писать дивиди можно создать здесь добавляются эффекты разные по умолчанию здесь уже довольно много эффектов которого здесь свитки можно выбрать эффекты разные которые можно наложить поверх еще звуковой дорожки здесь допустим вкладка люди здесь шаги поцелуи и так далее еще машины всякие эффекты звуковые тормозов машины виск тормозов скрежет колес самолет и так далее и последняя здесь кнопочка это наши аудиофайлы которые тоже можно выбрать нажав на эту кнопочку так поскольку мы с вами создаем слайдшоу мы выбираем здесь фотографии здесь нажав на эту папочку находим нашу папку с фотографиями я уже ее нашел и переходим непосредственно к созданию слайдшоу данная окошко таймлайн у нас может принимать несколько видов различных по нажатию вот на эти кнопочки из три штучки такими слайдами что удобно работать с фотографиями дальше стандартные таймлайн где такие в одну линию выстраивается наши фотографии видеоматериалы и может выводить с таким списком наши добавленные материалы мы работаем с фотографиями нам удобнее вот первая вкладочка и простым перетаскиванием зажав левую кнопку мыши мы добавляем сюда в окошке фотографии я добавлю штучек 5 до первого раза вы там по желанию и дальше нам нужны естественно какие-нибудь эффекты переходов между нашими фотографиями чтобы они не просто там друг за дружкой скакали а как-нибудь плавно изменяли друг дружку в этой программе своих эффектов довольно много и существует довольно много там дополнительных эффектов которые можно отдельно скачать купить установить в этом свиточке выбираете эти там сгруппированные эффекты здесь у меня дополнительно установлены выбираете здесь как группу какой-то эффектов и добавляете уже непосредственно перетаскивая тоже между фотографиями вот он добавил вот он добавил еще один еще один может другую выбрать и поставить в начале допустим какой-нибудь длина так длина эффекта перехода как я уже сказал настраивается вот здесь параметры проекта вот переходы то есть по умолчанию они все будут 2 секунды в данном случае нас это все устраивают так что менять мы их не будем так добавили эффекты перехода и переключим давайте нашу эту таймлайн стандартный режим такой вот наши переходы фотографии между ними появились как бы изменить масштаб можно вот навезя на вот эту оранжевую линейку коричневую и наш курсор примет вид такого будильника с двунаправленной стрелкой и зажав левую кнопку мыши можно вправо влево то есть как бы масштаб уменьшить или соответственно увеличить здесь также как и во всех программах имеется такой бегуночек который показ где мы находимся сейчас во времени по времени в нашей при этой презентации нашем слайд-шоу который может также вот зажав левую кнопку мыши перетаскивать и просматривать все это как бы в ручном режиме так посмотрим что у нас получилось здесь в окне предпросмотра в этом нажимаем play и смотрим что у нас получилось примерно так так ну и какое слайд-шоу без музыки естественно выбираем здесь нижнюю кнопочку показать музыку музыкальные файлы здесь нажимаем на папочку выбирая нашу папку выбираем какой файл в этой папке нажимаем открыть и он открывает здесь всю папку здесь выбираем музыку щеках на которую она сразу начинает проигрываться опять же вот здесь в окне предпросмотра выбираем нашу музыку какую-нибудь и перетаскиваем на самую последнюю дорожку где тоже нарисован такая нота как и вот на этой кнопочке так и дальше нам надо ее обрезать берем этот бегунок выставляем самый конец наш и щелкаем на нашем музыкальном клипе выделяем в любом месте щелкаем и нажимаем кнопочки вот здесь есть удалить разрезать вот тут подсказка есть разрезать разделить выбранный клип и он разделяется в месте установки вот этого вот бегунка нажимаем выделяем звуковую дорожку разделить вот она у нас разделилась на два разных клипа выделяем вот этот вот и нажимаем на клавиатуре delete или вот на эту кнопочку удалить выделенный клип он у нас удаляется далее выделяем вот эту дорожку и здесь если присмотреться есть такая тоненькая такая коричневатая линия при наведении курсора на которую появляется такой динамик вот это существует для добавления так сказать маркеров звука эта линия показывает громкость и мы допустим вот здесь там отступя от конца нашего слайдшоу там несколько секунд добьемся чтобы курсор имел вид динамика и щелкнем правой кнопкой мыши и выберем в этом выпадающем меню добавить настройку громкости и здесь как видно на этой линии появилась такая точечка квадратная вот теперь если мы сзади в конце клипа также установим курсор чтобы он имел вид динамика зажмем левую кнопку мыши и будем перетащим эту нашу громкость вниз у нас получится что у нас звук в конце будет постепенно уменьшаться пока не сойдет на нет так это мы уменьшили громкость в конце нашего клипа и и теперь если щелкнем здесь для начала будем посмотреть наш ролик так не буду его весь просматривать вот мы свое первое слайдшоу создали теперь нам надо его записать здесь в верхней вкладке выбираем вывод фильма выбираем здесь формат mp4 mp2 я выберу mp2 поскольку уж мы делаем стандартное такое пал разрешение можно выбрать DVD совместимый тогда у нас все настройки будут как для стандартного DVD диска или же выбрать допустим здесь пользовательский нажать вот эту кнопочку настройки и здесь выбрать уже вот опции mp2 то есть битрейт постоянный или переменный здесь можно выбрать тоже пользовательский разрешение установить свое здесь можно также качество качество видео выбрать больше меньше здесь звук формате в каком битрейт тоже выбрать качество так я нажму отмена но если мы здесь вот установим DVD совместимый то здесь у нас в настройках все как бы уже настройки будут выставлены как для стандартного DVD диска то есть формат mp2 разрешение экрана 720 на 576 точек частота кадров 25 кадров в секунду битрейт 6000 и звук тоже стандартный для DVD диска с mp2 стерео 224 км в секунду так и при нажатии кнопки создать файл открывается окошко проводника где мы выбираем папку где мы хотим сохранить этот файл здесь мы его озаглавливаем там первое слайд шоу и нажимаем кнопочку окей и вот здесь можно видеть как идет вывод нашего фильма и здесь тоже вот бегунок бежит по таймлайн показывает что сейчас просчитывается то есть бегунок дойдет до конца значит фильм наш просчитался или вот этот статус бар здесь тоже полоска оранжевая дойдет до конца значит фильм наш просчитался его можно смотреть на любом даже в виде проигрывателя ну и компьютер естественно тоже у меня сейчас чуть медленно это все идет поскольку я пишу видео урок у вас это все будет быстрее ну и тем более это зависит от мощности вашего компьютера ну вот все закончило просчитываться редмеринг закончен и теперь мы можем открыть просто нашу папку где мы это все сохраняли вот он наше первое слайд шоу и посмотреть что у нас получилось ну вот буквально за 10 минут мы с вами уже научились создавать довольно хорошее приличное слайд шоу на этом уроке все всем пока с вами был Василий Павленко сайт Язан Студио заходите ко мне на сайт смотрите новые уроки